Официально объявлено начало пожароопасного периода. Это очень сложный сезон для лесников. В этот период они особо много сил тратят на то, чтобы сохранить лес и предотвратить любые возгорания. Совсем недавно севастопольское опытное государственное лесоохотничье хозяйство возглавил Юрий Францевич Страх. Сегодня директор этого предприятия у нас в гостях. Итак, несколько слов о вашем прежнем месте работы. Все-таки это буквально на границе с севастопольским регионом. Итак, Куйбышевское лесничество. Куйбышевский лесхоз, да, действительно территория огромное предприятие. По площади он не уступает 35 800 гектаров. Граница с севастопольским лесхозом, граница с Ялтинским горно-лесным заповедником. В плане предприятия занималось направление примерно одинаковое. Охрана леса, рекреационные нагрузки, борьба с пожарами. И в всяком случае они чем-то похожи, но здесь гораздо в севастопольском лесхозе гораздо все наиболее, так скажем, спецификой региона, который в своем плане он себя может быть даже дополняет, что это город, что это совершенно другие условия и совершенно другие рекреационные нагрузки в плане посещения леса. Поэтому контролировать надо, регулировать. Меняются ли задачи, стоящие перед вами в связи с этим новым назначением? Задачи в плане развития лесного хозяйства, здесь они становятся, так скажем, неизменными. Они, на благо, мы должны защищать и охранять лес, реагировать на все возгорания оперативно, не допускать больших пожаров. Потому что, допустим, в прошлом году было 28 лесных пожаров, в Куйбышево было 3. Разница в том плане, что очень много людей, потоки людей идут на природу, особенно в майские праздники это было видно. Очень большое количество людей было по местам массового отдыха, и в том числе, где мы не планировали этот отдых. То есть стихийные, так скажем, лагеря возникли, это связано с тем, что территория в основном заповедная, где хотят отдыхать люди, но места массового отдыха для этого не существует, чтобы регулировать это направление, чтобы не возникли дополнительные хлопоты по тушению. Ну вот, в Севастополе есть несколько таких мест, таких уголков, которые очень популярны и у горожан, и у гостей города, в том числе Торопова дача, Рочища Алсу, второй кордон Миккензиевых гор, ну и целый ряд других. Будет ли в ваших планах, есть ли в ваших планах расширение таких площадок, чтобы практически все желающие могли побывать на природе, в лесу, пообщаться с лесом? Там не только дополнительные площадки, мы хотим даже и расширить эти места отдыха, почему? Потому что дополнительные столы планируем по Тороповой даче, дополнительные по Алсу, и на кордоне, на третьем кордоне Миккензиевых, там их мало, просто мало, мы будем их делать и восстанавливать. То есть, людей мы будем принимать, но только, еще раз повторяю, где положено стоять, а не где попало. Как будут определяться места, где положено? Только по наличию лиственных пород, по отсутствию хвои, подстилки? Нет, мы будем учитывать, так скажем, желание горожан, где их не излюбленные места, и будем просто приводить эти места в соответствие для посещения. Рекреационная нагрузка достаточно высокая во всех лесоохотничьих и лесных хозяйствах Крыма, но можно ли сегодня говорить о том, что лесоохотничье хозяйство должно зарабатывать деньги на развитие леса, развивая одновременно и туристический бизнес? Да, это план у нас нет, не существует плана, допустим, зарабатывания денег. Но у нас есть направления, те, которые, так скажем, донорские и, в свою очередь, рекреация, это донорское направление, которое помогает развитию лесного хозяйства в целом. Если есть Байдарская долина, есть там в людей печное отопление, мы не можем поднимать цену, которая является фиксированной, а эти затраты чем-то должны быть компенсированы. Плюс еще есть уборка мусора, плюс еще есть патрулирование лесной охраны, которое будет расширено. На праздники у нас проводились, каждый день рейды, порядка, наверное, десяти, не меньше, мобильных групп работало в лесу. То есть, это, не сказал бы, что это зарабатывание денег, и пускай люди это правильно понимают, эти деньги пойдут на развитие лесного хозяйства. Ваш приход в севастопольское лесоохотничье хозяйство совпал по времени с двухмесячником благоустройства в Севастополе? И особое внимание было уделено чистоте лесопосадок, которые когда-то лесники своими руками вырастили, но вынуждены были передать введение городу. И в результате эти леса стоят красивые, симпатичные, но жутко замусоренные. Будет ли какая-то перспектива сейчас в наведении порядка с лесами? Можете ли вы чем-то помочь городу? Здесь мы встречались с Владимиром Ильичем, с Саратом, и, по крайней мере, решение было принято обустроить. То есть, базовое лесоустройство переданных лесов, порядка двух с половиной тысяч гектаров, будет сделано, где будут намечены лесохозяйственные мероприятия по развитию этих лесов. Мы в стороне не оставимся, по-любому мы будем это делать, будем помогать. И эта зона в перспективе, если лес уже растет, она будет парковой. Не надо уничтожать, вы знаете, какой ценой достается посадить одно дерево в Крыму, особенно на скале. Не надо уничтожать то, что уже создано. Но это потребует определенных затрат и топлива, и горючие-смазочные материалы для того, чтобы... Это все будем изыскивать, практически будут привлечены силы коммунальных предприятий, и, наверное, будем просить помощи города, и это все будет решено. Но план работы по этим лесам, они не брошены, они будут развиваться, я думаю, что мы сделаем там порядок. По территории Севастопольского лесоохотничьего хозяйства и сопредельных территорий в свое время проходил целый ряд общесоюзных туристических маршрутов. Тогда под эгидой ВЦСПС, профсоюзов, и каждый инструктор, он сам мог инструктировать и туристов о правилах посещения в лесу. Несколько туристических маршрутов функционировали и в последние 10 лет. Но почему-то это дело заглохло, и официально они сейчас нигде не рекламируются. Да, там довольно продолжительные маршруты. Я посмотрел план размещения этих маршрутов, и по протяженности, допустим, есть маршрут 30-километровый. Он очень тяжелый, ни одной турстоянки нету, поэтому мы будем делать, наверное, в перспективе турстоянки по месту расположения этих маршрутов. И эти маршруты надо возродить. Почему? Потому что пеший туризм, который был неактуален даже взять 4 года назад, он начинает возрождаться. То есть мы будем их восстанавливать и маркировать маршруты, и плюс еще будем делать GPRS. То есть базу данных собирать? Да, GPRS, база данных. На сайте, сайт мы начали уже, костяк сайта, задумка есть, как его сделать, чтобы любой, кто увлечен этим, так скажем, чтобы он не путался и не бегал по лесу, куда искать, где тропа. Он будет идти по прибору, и нигде мы будем знать, что это будет происходить поконтрольно, ну и плюс регистрация. Без регистрации нельзя никак, почему? Потому что, сколько группы довольно обширные, бывают из других городов, если группа идет 70 человек, то ее надо проводить, если это продолжительный маршрут. То есть речь идет о создании системы обратной связи с посетителями леса и лесниками, о системе взаимодействия с туристическими контрольно-спасательными службами. В данном случае сегодня эту функцию в Севастополе выполняет коммунальная аварийно-спасательная служба и МЧС. И с теми спасателями, которые непосредственно дежурят в горах. То есть, видимо, такое взаимодействие имеет. Плюс еще у нас в Лесниково практически, у нас сейчас на вооружении очень много раций, и стационарных, и этих. Мы будем делать посты наблюдения по обстановке за пожарами, и в том числе и мобильные эти группы. По крайней мере, здесь я вижу оперативное реагирование, если кто-то попал в беду, оно будет. Плюс договора, конечно, с спасателями. Какие сегодня работы проводятся в хозяйстве? Что у вас сегодня самое актуальное? Закончен посев питомника. В частном перспективе мы думаем о создании нового, так скажем, направления, расширения школьного деления питомника для нужд города. То есть, ассортимент посадочного материала с учетом того, что нужно в городе, и плюс, наверное, капельное рашение, потому что дефицит влаги, без полива ничего расти не будет. Вот такое одно из направлений, которое развитие идет. И плюс, мы подготавливаемся, ну, мы готовы практически к пожароопасному периоду, где 10 машин основных, 2 дополнительных. Это все рассчитано на оперативное реагирование по борьбе с пожарами. Благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь, что контакты наши будут тесные, и мы будем показывать вашу работу. Но хотелось бы вот такое пожелание, чтобы мы показывали не пожары, не горельники, чтобы мы показывали красивые места отдыха, чтобы мы показывали нормальных горожан, которые с благодарностью говорят о заботе лесников, и к нашему всеобщему благоденствию, чтобы вела ваша работа. Удачи вам.